Там три в тачке за нами едут! Уезжаем быстрее! С тобой за тысячу кроме сюда проедут. А тебе дарили на крыльях? Нет, ну смотри какую. Так, ну что, утро нового дня. Мы готовы стартовать в Одессу. И сейчас мы вместе со стритом отправляемся. Сейчас чуть-чуть сполоснем байки, грузим их на пикап и летим в Одессу. Андрюха меня у себя приютил. Просто от души тебе огромное спасибо. Просто красавчик, офигенный чувак. И мы сейчас стартуем вместе в Одессу. И будем рубить там контент. Так, мы берем шнеп для пассажиров? Да, давай. Суперел, конечно. Здравствуйте. А вы кому? Вам. Давно ждешь? Ну, третий стою. Тридцать? А, ну это еще фигня. А что, сам откуда? Здесь где-то? Да, тут вот здесь. Сильно. Хочешь на него запрыгивать? Не смотришь, да. На колесо прям бахни, давай я тебе помогу. Оба. Красавчик. Держите наклеечку. Спасибо. Приклеен свой байк. Вот, все по красоте. Красавчик, давай аккуратно там, двигайся. Давай, пока. Ну что, ребят, погнали дальше. Что, ребята, еще один клиент. Здорово. Привет. А ты что? Привет подписчикам. Ну, как тебе Украина в целом, где-то в каких городах был? Ну, и какие. Я был, получается, в городах, пока Чернигов и Киев. Дороги жесткие, на спорте сложно, у меня еще и масло залито вилку, короче, жесткое. Для того, чтобы сальники не выпивало. И поэтому мне прям было очень тяжело ехать такого количества кочек. Хотя вот, например, краса Киев, Одесса, по которой мы сейчас едем, вообще, очень даже, в принципе, нормально, как и в России. На пикапе вообще. Почему вы едете? А почему, кстати, мы решили ехать на пикапе? Потому что мы по традиционерам едем по Тарасу. Или ты хоть как-то спасал? Человек просто шарит за кайф, ребят. Многие из вас подумают, почему не по хардкору, почему не на байках. Мы в целом могли. Могли. Да. Андрюха мог поставить себе маленькую звезду. Да. Мы могли пульнуть. Пульнуть, типа, по трушному прям, да, весы на байках. Но Андрюха говорит, поскольку есть пикап, есть кондиционер, а на улице плюс 34 градуса, чтобы вы понимали. Реально жарко. Ну и опять же таки, если поехали на байках, то мы с вами так душевно не общались. Да, конечно. И будет куда цыпочек садить, понимаете. У нас раз, два, три, еще двое на байке. Пять девочек можем увезти. Понимаете? А на байках... Здесь больше свободы. Ребята, здесь даже экипировка, экипировка, тренировка здесь разрешена. Чтобы вы понимали. Между прочим, ребята, Андрюха, очень известный стандрайдер Украины. Лучший стандрайдер. Ну, другие стандрайдеры обидцы, если я скажу, лучший, понимаете. Ну, он топовый, он топовый. Стандрайдер. Я еще, честно говоря, не видел его трюки, кроме как он арбуз возил. Вот. Я думаю, сегодня в Одессе он покажет, что он умеет исполнять. Сегодня с динами путем лезть. Да, с двумя такими. Просто мне так хочется, буду там дойти. Все, друзья, мы добрались до Одессы наконец-таки. Сейчас разгружаемся. Юрчик уже скучал? Два дня, два дня ждал ребят безумно. Скучал уже. Когда уже? Контентные шлема у нас вот такие вот, короче. Вообще бомба просто. А примерь вот этот, он смешной. Он выглядит маленьким, но одевается легко. На следующий сезон. Не, наверное, тебе вот этот поболее надо. Только я тебе уже не так. У меня только одна актриса одела наоборот. Только интеграл причем. Только я думаю, что... Можешь пожалеть меня, если у меня... Прикиньте, я забыл подшлемник в Киеве и свои перчатки. Юра дал мне свои перчаточки вот такие вот, короче. Какие-то модненькие. А я еду вот в такой маске, короче. В медицинской. В каком-то таком, знаете, этом... Бюстгальтере женском, короче. Ничего такой интересный, необычный. Необычный город, знаете. Непонятный. Непонятный и необычный пока что. Я потому что пока не понимаю, что это курортный город. Здесь вообще море. И как в любом городе Украины, здесь, конечно же, есть брусчатка. Куда без нее? Ну, как мне сказали ребята, это типа культурное наследие или что-то типа того. Что? Да. Меня только что чуть не сбила машина, ребят. Ну, меня могли уже много раз сбить на самом деле. Но, значит, не сегодня не мой день. Ну что, где это место? Что-то я вообще не понимаю, друзья, куда нужно ехать. Я вообще не выкупаю. Ничего. Порт Одесса. О, это что мои подписчики? Не, это просто люди автобус ждут. Одесса, Одесса, Одесса. Я люблю тебя, моя Одесса. Что-то перекрыто, походу? Мы просто там договорились с подписчиками, точку поставили, а они нас там... Мы спокойно, да. Ну, аккуратненько, потихонечку заедем. Испугались, блин, дочане. Все перекрыто, на нас попросили сильно не газовать, чтобы никого не пугать особо. Вот здесь прикольная такая смотровая. Что тут подписчники? Вообще, тут есть в Одессе мои подписчники или не особо? Что, всем привет? Лучше? Я или байк? Здорово. Привет. Что сего сколько? А я думал, с Одессы меня никто не смотрит. Ну что, мы добрались до вас наконец-таки. Сейчас мы, брата, перепаркуемся, короче. А что мы тут встали, да? Привет. Здравствуйте. Можно сходить? Можно, конечно. В общем-то, да, давайте, наверное, зафотимся, пофотимся, кто хочет. Вы как добрались, ребята? Вообще офигенно. Слушай, мы с кондиционерчиком сегодня, так понял. На тачке, на пикапе, вон, со стритом добрались. А? С мотоциклами. С мотоциклами. Вот же, пригнали их. В пикап закинули. Привет. Сколько девочек в Одессе. Я потный, меня можно не обнимать. Первый день. Как говорят, у вас тудой. Да? Я тебе очень долго стал. Долго? Сколько лет? Я тебе казался. Сколько лет ждал? Мне не знаю, как поездки. Мне кажется, половина здесь не подписчиков. Просто люди подходят, фотосятся на всякий случай. Ты точно подписчик мой? Да. Сколько лет? Сколько дней? Пятнадцать лет. Пятнадцать лет меня смотришь? Блин, красава. Ладно, все нормально. Жарко, конечно, у вас. В Киеве чуть-чуть холоднее. Приехал в Одессу, короче, а до моря не доехал. Я теперь понял, что это значит. Сколько смотришь? Год? Да. Любимая рубрика? Угу. Любимая рубрика? Угу. Блог называется? Антошка Райдер. Антошка Райдер? А на чем райдеришь? Не, я еще, я не Райдер. А-а-а. А-а-а. Ну все, ну понял. Ну что, удачи в продвижении. Да, спасибо большое отмечаю. Спасибо вам. Все супер. Это правильная одесса. Да. Мы проехали 2200 километров. Вы это все посчитали. Ну, 500 на тачке. Зато, ну, смотрите, все довольны. Ну да, мы должны были обязательно встретиться. И то, ну, мы не знаем, как вообще на следующем году или когда. Это надо ловить момент. Да, потому что проехать был один процент шанс. Что, все сфоткались, да? Блин, я думал слиться красиво. Одесса красивый город, походу. Ага, как да? Да? Да, нормально. Но с кондиционером сегодня с Киева прям пум, бетонули. Не, не жарко, нормально. Сейчас жарко. Когда из кондиционера вылез. На футболке? Да, к сердцу. Сердечко нарисовать? Не, к сердцу. Свою роспись. А, роспись. А ты думаешь, она у меня есть? Как в паспорте? Да. Хоть какую-то. Давай такую. Я фирменную всем оставляю. Только не стирай ее, ладно? Конечно. Ее в рамочку. Обязательно. Сколько? О, красава. Здорово. Здорово, давай, конечно. А что это такое? Картина? А это ты нарисовала? Нифига себе, прикольно. А ты уверен, что я ее довезу? Не знаю. Давай. Все, спасибо тебе большое. Классно. Я такие вещи люблю. О, там даже подпись есть какая-то. Ну ладно, посмотрим чуть позже, когда буду распаковывать все подарки. Короче, Одесса красавцы просто. Ну да. Встретили. Радуй тебе великое большое. Спасибо. Спасибо вам, что пришли. Всегда так говорю. На чем? На чем? Это кольца? Кольца-поворотники? Не кольца. А что это? Это у меня на велике. На велике. Ааа. И что, думаешь, она не сотрется? Я еще хочу. Давайте попробуем. Все, ребята, да? Со всеми зафотались? Все. Супер. Всем спасибо. Все зафотные. Ладно, давайте я вам подгончик подгоню. Небольшой. От себя такой. Лично так скажем. Подгончик в виде наклеечек. Короче, они подзамялись. Поэтому вот, короче, держите. Да вот, раздай друзьям. Рядышком. А можно яблоко? Конечно. Можно яблоко? Можно яблоко? Держи. Не можно, а нужно. А тебе дарили наклейку? Нет. Ну, смотри какую. Вау, прикольно. Спасибо. Кто? Мотокроша. Мотокроша? Да. Ну, все, прикреплю на байк. Давай свою. Держи. А вот. Красиво. Все отлично. На двадцатьахе? Да. Да ладно. Тебе не жалко двадцаху? Ради тебя. Лучше бы задонатил бы двадцаху мне. На бензин. Шучу, конечно. С дубами, красными глазами. Нет больше? Сашкина? Да, наверное. Не, нету. Все, спасибо. Да, были у меня, конечно. Но зачем вручать челику, которые даже не знают, чьи это наклейки? Сейчас я себе забахаю наклеечку. У меня здесь есть, короче, место под наклеечки, куда я клею все наклейки, которые мне подарили. Вот тут на видное место какую-то девочку в шлеме приклеят. Хай будет, да? А как будет по-украински? Пускай. Что делать? Как будет пускай по-украински? Хай? Хай? Ну вот, хай будет. Здорово. Как дела? Отлично. Все нормально. Да, да. Сейчас собираемся ехать. Что такое на шестой, подожди? Что такое на шестой? Друзья, ну что, всем спасибо большое. Огромное спасибо, что пришли. Просто красавцы. Давайте все вместе зафотаемся. Можете сфотать, да? Да, конечно. Вот так вот смотрите. Идите назад чуть-чуть. Да, чтобы все попали. Вот смотрите, вот. С тобой сын за тысячу километров из Сум приехал. А? Встретится с тобой за тысячу километров сюда приехать. Ну, к которому автобир ставил? Да, вот он за тысячу километров сюда, чтобы встретиться. Да, ну серьезно? Вы его привезли? Да. За тысячу км на встречу? Да. Мы живем на границе с Россией. Молодцы. 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 Папа, я хочу. Ну, поехали. Мы заодно на море пока. Ну, конечно. Надо кайфануть, отдохнуть. Специальную футболку. Чтобы автограф сказал, папа сделай. Мне огромные такие фотографии. Круто. Круто. Одесса! Одесса! Ну, нормально. Молодцы. Все, всем пока. Ну что ж, встретили нас Одесситы. Красавцы просто. Пацаны едут им. Едем теперь, короче, на другую движуху. Там, где уже больше мотоциклистов. Одесситы, конечно, молодцы. Прикольные такие все ребята. Что, снимаешь что ли? Да. А, здесь такая прямая, по которой можно дубасить. Офигеть! Вот это прикольное место. Вот здесь бы Велидей провести бы, да, ребят? Ну, посмотрите, какое офигенное место какое. Да, какое хорошее место. Тут можно и зарубы поделать, и все что угодно. Прикольно здесь и красиво так. А здесь что, еще какой-то трек? Здесь что, можно наваливать на треке? Блин, эти там три в тачке за нами едут! Аааа! Блин! Уезжаем быстрее! Че, почему? Что они тут делают? Мне страшно! Куда я заехал? Ха-ха-ха-ха! Черт возьми! Что это за кольцо дикое какое-то? Я не знаю, что там будут бэхи зарубаться. Ну что, есть твой трек? Жесть, ребята! Смотрите, что они вытворяют! Просто бешеные! Ха-ха-ха-ха! Как вам такой двиг, друзья? Это моя? Наверное, да! О! Отвалилась, что ли? Жестко! Смотри, у меня жопная камера отвалилась! Да ладно! Да, прикинь! Чуть не потерял опять! Пацаны нашли! Красавцы, блин! О, прикиньте, ребята, короче! Просто отвалилась! Просто от заднего, видимо! Бам! И все! Хорошо, что не разбилась, на удивление! Ехали, остужался! Ой, да! У меня 260! В Киеве забыл перчатки и подшлемник! Поэтому пришлось, короче, заехать в магазик! И купить вот такие, короче, взял себе перчатки альпинстаровские! Коротенькие! Ну, ничего такие вроде симпатичненькие! Смотрите, короче, жгем резину в каждом городе! У меня вон уже сколько резины осталось! Не знаю, короче, доеду я до России, не доеду, короче! Или лучше поменять сейчас, не знаю! Потому что мне еще, короче, гнать в Мелитополь сейчас! С Одессы! Может, лучше в Одессе, короче, поменять резину! Не знаю, сейчас подумаем! Едем сейчас в сервис, короче! Юрец говорит, что у него что-то с моцком не так! Едет он как-то странно! Проеду на его байке! Посмотрим, что он у него не едет, говорит! У него прям стучит что-то такое, знаете! Что я вам скажу, друзья, об Одессе! На самом деле, довольно-таки неплохой городок! Да, где-то местами есть брусчатка, но, типа, где-то можно докататься! Знаете, такой курортный городок, типа, как у нас! Анапа, Геленджик и все в таком духе! Узкие улочки, много светофоров! Ну, такой чисто курортный городок! В море покупались сегодня! Море, конечно, сейчас цветет! Такое все в зеленых, короче, таких водорослях, короче! Ну, такое не очень, короче! Не по кайфу нифига! Море грязновато, но говорят, что, типа, местные одесситы не купаются в Одессе! Они куда-то отъезжают! И это очень похожая история на наши курорты! Потому что ребята, например, сочинские! Они тоже не купаются на пляжах каких-то там в городе! Они тоже выезжают туда, где какие-то дикие пляжи! Чтобы там была вода почище, конечно же! У Юры вроде мотоцикл едет нормально! Но весь хрустит как-то, знаете! Какой-то, я слышу, у него хрусть-хрусть-хрусть! Постоянный такой с правой части! Сейчас мы едем к какому-то спецу в Одессе! Которому покажем байк и узнаем! А уже утром я отправляюсь в Мелитово для того, чтобы встретиться там с людьми! И заехать к Сашиным родителям! К Саше Диабло! Юрик сказал, что, короче, не будет рисковать! Не хочет, короче! Мало ли что! Поэтому поедет своим маршрутом, короче, в Харьков! И мы с ним пересечемся, короче, перед Харьковом! Наверное, в Днепре! Я же попытаюсь прорваться через блок-посты военные! Ну, потому что там уже, короче, близко рядом военные действия! Поэтому, я думаю, нормально, короче, прорвемся! Немножко, конечно, ну, не то, что страшновато, короче! Ну, так, нормально! Нормально! Интересно, интересно! Знаете, я вам скажу ехать! Давайте, какой мост прикольный здесь, в Одессе! Такой, прям, old school, старенький мостик! Чтобы вы понимали, вот сколько я езжу по Киеву! Уже, там, из Киева в Одессу! Я не увидел ни одной машины на российских номерах, пока что! Вот представьте себе, да! Сколько уже мы проехали! От заграницы до Одессы! Считай, мы прорезали страну пополам! И я ни одной российской машины не увидел на российских номерах! Ты видел хоть одну машину на российских номерах? Сколько находишься в Украине? Ни одну не видел! Я тоже не видел! Смотрел, ни одну не видел! Я тоже! Мы единственные россияне, походу! На территории Украины! Жестко, жестко! Что случилось? Ну как, что, блин? Провернуло вкладыши! Ну, как обычно! Потому что поменяли на аэросмотр масло! На самом деле, друзья, все оказалось намного проще! Отвалился глушитель от двигателя, от прыжков по бордюрам! Ребят, решил, короче, поменять у Гриши резину! Потому что я на ней не доеду все-таки! Еще косали где-то проехать, а я уже ее подспалил! Во всех городах! Поэтому сейчас разберем колесо! Подкнем какую-нибудь, короче, резинку! Нам посоветовали Гришу! Говорят, в Одессе! Называют его мото-доктором! Чинит как надо! От души! Поэтому, конечно же, прилетели к нему! Видите, она уже вся такая у меня тут вон! Чуть-чуть осталось проехать! Я не знаю, там километров 200, наверное, уже корт полезет! Вот здесь особенно! Поэтому уже, короче, рисковать не будем! Сейчас поменяем этот баллончик! Пока Гриша надевает резину, давайте я вам покажу его легендарную хаебусу! Посмотрите, зацените! Просто начнем с крыла! Смотрите, как она сделана! Это, короче, бусы сделаны для драг заездов! Очень быстрых! Обратите внимание, вот здесь вот на крыло! Как оно сделано, чтобы просто ветер так вот рассекал! Далее демонстрируем вам бак! Сделан он кастомный бак вот такой! Литров на 5 получается! Все вот так вот в такой термозащите! Аккумулятор настолько легкий, как будто он пустой вообще! Он весит, наверное, не знаю, сколько грамм! Гриша, а сколько грамм он весит? Меньше килограмма, представляете, короче, весит! Это просто нереально! Он вытаскивается вообще двумя пальчиками! Уделенный, конечно же, маятник! Крутой цвет дисков! Такой вот фиолетовенький! И самое, что здесь крутое, посмотрите! Это закись азота! Ребята, они так давно установили! Для того, чтобы рвать еще больше всех! Вы просто представляете! Вот, посмотрите! Я вам сейчас покажу с другой стороны! Вот, оцените! Все как надо! Тут даже он с датчиком, с таким термометром, короче! Офигеть! Просто офигеть! Вот такое аппаратище! Я даже не представляю, сколько он едет, короче! От нуля до сотки! Я думаю, секунды полторы, либо даже секунду! У ребят, другие свои мерки там идут на заезд на 400 метров! Поэтому от нуля до ста! Они как бы не замеряют! Я думаю, что это где-то секунда! Ну что, ребят! Вот, короче! Поменяли резинку вот такую! Старенькая! Ну, я думаю, нормально! Довезет меня до России! Нормальная, конечно! Дубовенькая такая! Но! Смотрите, какой остаток тут огромный! Так что можно ее спокойно полить! Греть! Короче! И все такое! Мотодоктор подогнал мне! Говорит! Ничего не надо, братан! Езжай! Вообще от души тебя, братец! Очень крутой чувак! Мотодоктор! И такой, знаете, вот Кулибин у нас называют! Чуваки, которые знают толк в ремонте! И делают все на совесть! Поэтому, ребята одесские! И вообще, кто поблизости живет! Рекомендую! Есть разные мотосервисы! И у нас в Москве есть очень разные мотосервисы! И есть, знаете, где ты заходишь и думаешь, что и мать! Я что, отдаю сюда мотоцикл свой? Когда я зашел к Грише, к Мотодоктору, у меня не было такого ощущения, что типа, куда мы приехали! Просто респекты! Ну что, а мы отправляемся поспать в новый день! Потому что уже через пару часов я отправляюсь в Милитополь!